4 ноября на площади Победы рязанцы отпраздновали День Народного Единства. 3000 человек самых разных возрастов и профессий радовались выходным, солнечной погоде и, собственно, празднику. Мы рады, что, во-первых, сегодня погода замечательная, что масса людей собралась сегодня, все рады, довольны, что это показывает единство и на самом деле сплоченность общества, что даже несмотря на то, что сегодня выходной день, люди нашли время и возможность, и желание прийти сюда и в Рязанство Единства нашему народу. Всему рады, и жизни рады, и что весело, и что здесь много народу. Поздравили рязанцев с Днем Народного Единства представители областного правительства, городской администрации и Рязанской епархии. И сегодня мы празднуем этот праздник в Рязани, действительно новый праздник. Сюда пришла явленная икона Божьей Матери, которая будет находиться всегда в Казанской обители. И сегодня мы молились там и просили Царицу Небесную, чтобы она укрепила нас, покрыла честным эмофором землю нашу рязанскую, землю нашу русскую. Перед Россией всегда стоит задача объединения, она слишком большая, в ней проживают очень многие люди, многих национальностей. И мне кажется, вот такое единство, этот дух единения, гордостью в свою страну, он должен присутствовать у каждого россиянина. Праздничная программа была весьма разнообразной и интересной. Занятия по душе нашли как взрослые, так и самые маленькие горожане. Танцы на сцене и на площадке у МКЦ не прекращались до вечера. И несмотря на то, что День народного единства в России отмечается всего в десятый раз, своими корнями этот праздник уходит глубоко в историю. И призывает он нас, современное поколение, к тому, чтобы мы жили дружно и не опускали руки перед лицом опасности. Ведь, как говорится в известном всем очень правильном лозунге, пока мы едины, мы непобедимы. Субтитры создавал DimaTorzok